Садочки, школы, лекарни, все опалюется. Только если, скажем, какая школа даст заявку на то, чтобы прекратить опаление, мы его призупиним. И еще минус 10. В Киеве сегодня снова сносили киоски. На этот раз у станции метро площадь Льва Толстого. Торговцы удивлены. Вроде бы работают давно и никому не мешали. Почему только сейчас попали под выселение, выясняла Елена Нехода. Демонтаж начинается в полдесятого утра. Первый на очереди киоск с блинами. Чиновники мэрии объясняют, в 20 метрах от выхода из метро торговать запрещено. К тому же недалеко из Киевского стадиона. Мы идем до Евро. Это полтора километровая зона. И, соответственно, на сегодня мы и тут. Они могут вернуться к главному управлению пилархитектуры, получать дозвол в другом месте. Этот продуктовый киоск простоял здесь 13 лет и никому не мешал, уверяет продавец Сергей. Часть стеклянной стены он разобрал, чтобы эвакуаторы не побили. Киоск разбирается и вывозится. В никаких других местах ничего не придется. В этом людям, где будут воду продавать, честно говоря, в центре города. Я не знаю. Плюс налоги, плюс рабочие места. Переживает за сохранность имущества и продавец по соседству. Активно пакует вещи и общаться с журналистами не хочет. Время есть у прохожих. Возле киосков собралась толпа. Сочувствующих и не очень. Откуда эти все бутерброды? Откуда все эти вафли? И зачем? И зачем? Ведь именно эта станция, ведь именно этот кусочек самый грязный. Все бомжи. Ни на одной станции нет столько бомжей. Где можно ставить ларьки и как они должны выпить, станет известно через месяц. В мэрии обещают давать специальный план, который архитекторы только готовят. Елена Нехода, Сергей Неговора, Сабки. Миллионный украинец посидел на двухметровом унитазе и стал начинкой для трехметрового мыльного пузыря. В Киевском музее воды сегодня встретили юбилейного посетителя. Кто им стал, знает Александра Митя.